У меня такая ситуация. Я очень сильно интересуюсь разным знанием, поиском ответа на духовные вопросы. И вообще все это меня в жизни интересовало. И у меня есть идея даже, и я к ней серьезно отношусь, посвятить всю свою жизнь духовной практике. Вы никому не рассказывать только об этом, хорошо? Сколько вам лет? Двадцати день. Никому не рассказывать, договорились? Хорошо. Я знаю вашу идею, понимаю, откуда она взялась. В прошлой жизни занимались серьезной духовной практикой. До самой смерти были в мужском теле. Это продолжается. И в этой жизни тоже хотите продолжить. Да. Но вам придется исполнить свой семейный долг. Есть отношения очень хорошие, и человек очень хороший, и есть перспектива в семейной жизни. И она очень хорошая, и мне очень дорога этот человек. Вот я не могу сказать, что я к нему привязана или не смогу без него. И у меня этот вопрос лучше, потому что я чувствую, что я смогла бы отдалитесь от этого всего. У меня практически ничего уже не интересует. Видите, я вам уже ответил на ваш вопрос. Но вы продолжаете. Хорошо. Еще раз отвечу. Хорошо. Вам придется исполнить свой семейный долг. Хорошо. Спасибо. Я вам могу сказать, почему, если хотите. Да. Вы поймите, что для вас женское тело — это наказание. Если человек наказан, он должен честно свое наказание отрабатывать. У вас были определенные желания в прошлой жизни, и вы их получили. Вы не имеете права сейчас от этого отказываться, потому что это будет фальш. Вы хотели личного счастья, хотя были отреченным человеком. Сейчас вам Бог дал возможность личного счастья, и вы не напрягались, чтобы получить этого человека. Он сам пришел в вашу жизнь. Потому что так хочет Господь. Вы должны согласиться выйти за Него замуж. У вас, думаю, будет один ребенок точно. И выполняйте свой семейный долг. Знайте, что духовная жизнь не означает быть одним, одиноким, и жить только для своей духовной жизни. Для женщины духовная жизнь означает отдать себя также детям, мужу. Духовная жизнь означает служить. Не только своим духовным интересам, а также людям. Вот я сейчас занимаюсь духовной практикой или нет? Я песни всякие эстрадные включаю. Это же не духовная практика песни эстрадные, мне так некоторые говорят. Спасибо вам большое. Меня это успокоило. Вы когда будете уходить отсюда с лекции, то вы подумайте, может одной остаться. Обязательно. Я уже отвечаю вам на этот вопрос, который вы себе зададите, когда будете уходить с лекции. Надо выходить замуж. Спасибо. Спасибо.